Ну а если ты впервые на моём канале, не забудь подписаться. Приятного просмотра. Дорогая семья, я иду в туалет, никому ничего не надо. Последний раз спрашиваю, если что-то надо, идите сейчас. Ну ладно, всё, я ванную комнату занимаю. Не, ну сейчас по-любому кто-то зайдёт. Ну хорошо. Сыночек, прости, я на секундочку включу машинку, чтобы стирала. Егор, давай быстрее, я хочу писать. Совсем забыл, я ж хотел саморезики на двери подтянуть немного. Привет, дорогой. А вы ещё кто такая? Твоя крёстная в гости приехала, мама сказала, можно руки в ванной помыть. Вот, пожалуйста, проходите. Спасибо. Прошу прощения, водоканал, нужно посмотреть состояние счётчика на воду. И так всегда, сходил один в туалет. Ну здравствуй, сердце коррупции. Начальник таможенного контроля, предъявите ваши документы. И я не рад вас видеть, держите. Ой, 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 пошло сомнение. Прекратите так себя вести. Ну так а чё вы тянете? Называйте, на какую сумму моё лицо не соответствует фотографии в паспорте. Вы какой-то дёрганный. Во, а это что значит везёт наркотики? Давай, заглядывай, не стесняйся. Ну зачем вы такое делаете? Потому что достали. У вас тут всё пропитано взятками. Даже ваша разыскная собака лапу не даёт, а на лапу просит. А? Ваши документы можете проезжать границу. Не понял, всё что ли, а вещи посмотреть? Всего доброго. Спасибо, извините, если что не так. Ну чё, сколько взял с него? Слушай, да ну обычный турист, чё с него взять? И то верно. Другое дело, когда это наркоторговец. Ещё це таке. Это не моё. Начальник! Да, наш, депортируйте обратно. Молодец. И обязательно в мой единственный выходной. Мама, шо случилось? Гости к нам едут. Егор, а что такое гости? Ну если по-простому, то это синоним слова саранча. Из ниоткуда появляются, всё сжирают и тяжело избавиться. Понял. Так ещё и без предупреждения, как будто их здесь рады видеть. Кукусики, а вот и мы. Ой, здравствуй, моя дорогая кумасечка. Проходите, не стойте в дверях. Здравствуйте. Ой, и мужа с собой приволокла. Да надо было всю семью брать. Так, а чё стоим? Может, чайчику попьём? Дай-ка, пожалуйста, ложечку. Да, конечно. Держи. Ларисечка, открой, пожалуйста. Открываю. Банку с сахаром. Ой, показалось, что вы уже уходите. Да мы вообще к вам ненадолго. Нам скоро на поезд. Мы у тебя посидим до отправления? А, да? Слава богу. Фух, а когда отправляется? Через неделю. Мама. Ну так что? Меня нет дома. Тю, сбросила. Наверное, вспомнила, как мы приходили в прошлый раз. Зая, я пошла на маникюр. В смысле? Ты ж только позавчера там была. Вообще-то я ходила на педикюр. Сделали ноготочки на ножках, а теперь нужно на ручках. Господи, если бы я тигра бенгальского завёл, мне б дешевле его было содержать, чем твои ногти. Ну я же красивой хочу быть, поэтому ещё заскочу на брови. А с ними что не так? Форма не нравится. Сделаю татуаж. Ну тогда я себе бороду выщипаю и фломастером новую нарисую. Ты что, совсем тю-тю? Какой-то ненормальный поступок. А с бровями, значит, нормально. Блин, я же на реснички забыла записаться. Дай угадаю, чтобы быть красивой. Неа. Это единственное место, где можно выспаться. Всё. До вечера. До вечера какого дня недели? Зая, я дома. Встречай свою красотку. Губки сделала и волосики немножко нарастила. Какой кошмар. Да что вы говорите? Тогда зачем вы, мужики, такое лайкаете в инстаграме? И не поспоришь. Сыночек, вставай, в школу опоздаешь. Это сейчас кх-кх было или мне послышалось? Заболел. Всё нормально, это не помешает мне пойти на учёбу. А лоб какой горячий. Так, всё, в школу не идёшь. Алё, скорая? Спасибо, ждём. Мама, там уже обойдёмся без неё. Угу, по твоим симптомам у тебя 10 разных смертельных болезней. Вот я только что в гугле прочитала. Без паники, мамаша, скорая на месте. Кашляем. Ну, всё понятно. А конкретней? Он заболел. А с вас 400 рублей за вызов. И что же теперь делать? С такой температурой вашего сына можно использовать в комнате в качестве обогревателя. Так что лучше отвезти его в больницу. Не надо ни в какую больницу, я просто стержни с карандаша съел. Что? Папа рассказал, как он в молодости от школы косил, и я решил попробовать. Получается, что, оформляем как ложный вызов. А давайте, чтоб вы дважды к нам не ездили, заберите сразу кое-кого в реанимацию. Что-то поздно я сегодня проснулся. В 4 часа утра пошёл к своему домашнему животному. Барсик, дай поспать. Странно, но почему-то на меня накричали. Хотя я просто рассказывал, что мне сегодня снилось. Я обиделся. Правда, обиделся я ненадолго, так как люблю свою двуногую зверюшку, хотя бы за то, что он меня кормит. Ну а дальше стандартный день. Покакал, подремал, покушал. Завтыкал на привидение в углу. Отрыгнул комок шерсти на палас. Помыл свои колокольчики. Показал, как сильно люблю своего друга. Нашёл достойного соперника в виде опасной руки. Одержал победу в этой нелёгкой битве. И спокойно лёг отдыхать. Прекрасная кошачья жизнь. Опять нарыгал на ковёр. Барсик! О-оу. Ну, почти прекрасная кошачья жизнь. Эх, какой-то злой сегодня трудовик. Ага, наверное, забыл похмелиться. Лобзик Давидович, а что мы сегодня будем делать? Ну, как обычно, подметать мастерскую. Да ну это труды или урок подметания? Давайте оценки зарабатывать. А, ну хорошо, одеваем халаты. Братик, да ну зачем? Маклабухин ко мне. Легко. Что ты на себя напялил? Ну как это, что вы же сами сказали, на следующий урок взять халат? Ну я и взял. Для трудов. А, я думал мы в баньку пойдём. Ну давай-ка, забей-ка мне гвоздь на оценочку. Шо ты бьёшь, как молния? В смысле? Больше одного раза в одно и то же место не попадаешь. Просто молоток тяжёлый. Ну возьми вот полегче. Такой бы у тебя был мьонер, если б ты был тором. Да ну тебе. Ну шо там, Маклабухин? Всё, готово. Да, ты прям оценку из гвоздя сделал. Семёрочка? Да нет, не вижу палочки посередине. Ты за шо мне это? Не понял. Твою подругу манят, деньги в моём кармане. Те самые деньги, что ты должен маме? Останови запись. Окей. Батя, ну ты можешь не мешать, не видишь, мы тут музыку пишем. А, так это музыка. А я подумал, к твоему младшему брату логопед пришёл заниматься. Представь себе, а я сегодняшнего дня рэпер. Слышишь, рэпер, ширинку застегни, а то мияги выглядывают. Ой. Ну и для чего вы решили осквернять музыку? Ради девок, денег и популярности. Я уже вижу, как мы собираем стадионы. Я вас не слышу, дайте шума! Ты давай учёбой займись, чтоб бутылки не пришлось собирать. Да ну батя. А ну стоять, шкипер. Вообще-то рэпер. Да неважно, ты чё уже неделю в кепке ходишь? Ты только не ругайся. Так требует образ. Это чё? Тату. Сейчас в твоих песнях появится боль. Мама! Алё, братанчик, ты не поверишь, с такой девахой в клубе познакомился. Нет, она не слепая. Так как ей 60 лет, молодая. Она сейчас в туалете, носик пудрит. Кажется, кровавая Мэри была лишняя. Перезвоню. Не припоминаю, чтоб я ела колбасу. Ну так шо, ко мне? А у тебя дома точно никого нет? Слушай, да ну кто может быть дома у 40-летнего холостяка? Ой, сыночек, ты уже нагулялся. Кроме матери. И невесту в дом привёл. Здрасте. Это твоя горничная? Присаживайтесь, будем знакомиться. Мама, она не для этих целей. Я как раз рассматриваю твои детские фотографии. И вот этим вот гороховым стручком ты обещал меня наказать? Меня крестили в это время, вода была холодная. Я аж протрезвела. Оревуар. Мама, ну зачем ты такое делаешь? Не первый раз уже. Для того, чтобы сделал вывод. Не приводить девушек лёгкого поведения? Наконец-то съехать от родителей и жить самостоятельно. Это жестоко. Ну вы же в ответе за тех, кого приручили. Дорогая, а где наш сын? Неужели? Спустя 13 лет вспомнил, что у тебя есть ребёнок. Да при чём здесь это? Просто полдня его не вижу. В комнате он у себя. Просил не беспокоить, пока он там твёркает. Ну поколение пошло. Мы чтоб потвёркать ждали, чтоб родители из дома ушли. Это не то, что ты подумал. Ну я ему сейчас. Не стыдно? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Папа, ну я же просил меня не беспокоить. Это чё такое? Ты же сам мне разрешил. Батя, а можно в секцию записаться? На секцию? А что это за парень, о котором трепкий шорох? Вышел ринг, готовый разбереть три пола, пыли, порк? Ну конечно можно. Спасибо. Ну вот я и записался на твёрк. Не оправдал ты, сынок, моих ожиданий. Мама. Эту победу я посвящаю своему отцу. Спасибо, что когда-то вселил в меня надежду и своим ремнём сделал меня лучше. Спасибо. Дамы и господа! Скучно. Как тут можно заскучать? Это же цирк. Посидел бы ты на одном уроке в моём классе, когда нет училки. Вот то настоящий цирк. Встречайте шпагоглотателя! Мне нужен доброволец для смертельного номера. Фу ты, блин, знал бы, что такие номера будут, купил бы тёща билетик. А давайте я. Ну вот и как выступать перед современными детьми? Я им фокус показываю. Они говорят, мы в ТикТоке это видели. Их уже даже бородатая женщина не удивляет. Шпага по рукоять. Ну это уже слишком. Вот теперь он её проглотил, а то всунул и ручка торчит. Ну что ж, впервые под куполом цирка гипнотизёр. Кто? Опять эти фокусы. Сосредоточься на моей руке. А теперь спать. Та-да! Браво! Уличная магия. Доброе утро, Ира де Окаянная, нечисть паршивая, кровососы! Жалко в обычной школе так нельзя приветствовать детей. Здрасте! Фу, брутанчик, глякокучилка сегодня прекрасно выглядит. Маклабухи, неси сюда карты Таро. Азартные гадания в школе запрещены. Простите. Я надеюсь, уже каждый из вас определился с будущей профессией. Я хочу оборотнем быть. Не забывай, на юридическом дорогое обучение. А я стану вампиром. Буду сосать кровь. Ну с тобой понятно, ты с детства ходишь в модельное агентство. А я после школы сразу на битву экстрасенсов. Ну вот закончишь ты свой театральный, и куда пойдёшь работать? В общем, независимо от того, кем вы будете, вы должны уметь колдовать палочкой. Шо может быть проще махания палочки? Ну так давай махни, раз ты такой умный. Легко. Экспилианус. Походу ты неправильно произнёс заклинание. Ну как, Баклановна, нормально? Маклабухин родителей в школу. Походу на сегодня урок окончен. Слышь, мужик, это твой сын? Ну как сказать, в зависимости от того, что он уже натворил. Разбил стекло моего Мерседеса. Я штуком получил зарплату. Папа, во всём виноват Егор, я в него кидал, а он пригнулся. Так, а ну помолчи, всё, что надо было, ты уже сделал. Погоди-ка, Маклабухин, ты что ли? Жорик? Пять лет с тобой за одной партой. Вот это встреча. Вот так я и развёлся, а твоя как? А у меня не жена, а ангел. Сочувствую. Давно умерла? Я имею в виду хорошее. Ой, не то подумал. Слышь, так о чём мы с тобой общаться перестали? Да потому что рядом с тобой я чувствовал себя Винни-Пухом. В смысле? У меня так же, как и у него, друг свинья. Пф, короче, ясно, Додиком был, Додиком и остался. Но это из-за тебя меня всю жизнь этой кличкой называли. Хорошо, хоть сейчас никто не помнит. Папа, кто такой Додик? Это многоуважаемый человек. А, ну тогда пойдём домой, Додик. Да за что мне это? Задний ряд, прекратили разговоры? У вас есть пять минут на подготовку. Как за это время можно подготовиться? Ага, особенно когда ничего не учил. Я устала делать замечания, Маклабухин к доске. Да шо я вам пёс какой-то команды выполнять? Где-то был номер твоей мамы. Так, а я уже здесь. Для всех контрольное по географии письменно, для тебя устно. Назови мне самое большое бресноводное озеро Южной Америки. Сиси в каках. Правильно говорит, Тити кака. Какая разница, шо Тити, шо Сиси, это ж одно и то же. Не беси меня. Тигусигаль по столице? А можно подсказку? Ты Владика так обзываешь. А, Гондураса. Ответы на два балла. Ах так. Сейчас я вам устрою. Алло. Поступил анонимный звонок, что в этом классе учитель расист. В смысле? Как называется море, на котором вы отдыхали? Чёрное море. Вот, пожалуйста. Географическое название. А это вы уже будете доказывать в суде. Маклабухин. Эх, а всё благодаря нашим дебильным законам. Альфа-1, приём. Вижу неопознанный живой организм. Вас понял, приём. Вступаю в контакт. Мы пришли с миром. А-а-а. Бать, это чё ты разорался? Что происходит? Мы играем в космонавтов. И вот по сюжету у нас встреча с гуманоидом. В космосе, значит. Ну, я вам сейчас жопы разгерметизирую. Хьюстон, у нас проблемы. Ну, вот чё ты начинаешь? Нам реально нечем заняться. У вас молодость бьёт ключом. Идите, посидите в интернете. Он уже как полдня не работает. Родной, ну ты чего? Ну, мы же говорили. Шо нам делать теперь? Жизнью реальной пожить. Без ваших социальных сетей, видеоигр. Даже у вашего браузера истории больше, чем у вас из жизни. А ведь и вправду. Угу. Всё, починил. Странно, как так ровно порвались провода? Ну, хоть на полдня вышли из матрицы. Ну что, сынок, цеплял уже девочек? Батя, ну ты чего? Мне всего-то шесть лет. Да я в твои годы, ух, вагоны разгружал. А какое это отношение имеет к девочкам? Да потому что вагоны и тёлочки, это в принципе одно и то же. Так вот почему ты маму локомотивом называешь. Короче, смотри и запоминай, в жизни пригодится. Мадемуазель, а не хотите познакомиться с красивым парнем? Угу, хочу. А где он? А не желаете прогуляться и познакомиться поближе? С радостью, но думаю, мой парень будет против. А я не понял, а что здесь происходит? Да я просто... Эй, не переживайте, папа просто показывает, как тёлочек цеплять. Тихо. Ну и говорит, смотри, сейчас к этой подкачу. Понял. Весёлый жизненный урок. Да ну и тебя. Интересно, а как мама на это отреагирует? Через две минуты начинается урок. Да как это запомнить? Сколько ты уже параграфа выучил? Я до сих пор не могу название темы запомнить. Включаю экстра обучение, впитывая информацию в мозг. Ещё одна единица в дневник, и красная паста начнёт с него капать. Доброе утро, мои дорогие одноклассники. А шо оно завоняло? Вот только оскорблять не нужно. Да ну чё ты этот дружеский стёп? А ты сделал домашку? Я что-то пропустил, с каких это пор мы друзья? Ну так получается с сегодняшних? Ну хорошо. Сейчас вконтакте добавлю вас в лучшие друзья. Дружбе не нужны такие формальности, что по домашке. Братики, не было времени учить. После школы с такой тёлочкой гулял. Все уже давно в курсе, что тебя мама со школы встречает. Восьмой класс, добрый день. Ботаник, друзья. Посидите тихонечко. Скорее всего, Баклановны не будет. Пронесло! Ес, чем займёмся? Да всё, гуляй. Не понял? Теряйся. Мною воспользовались. Простите, опоздала. Быстро пишем самостоятельно. По домашней работе. Дружище, не нужно плевать в колодец, из которого пить придётся. На перемене высушим колодец. Лоу-киками.